С вами программа Кинобизнес. Сегодня в выпуске традиционно анонсируем главные новинки цифровых и обычных кинотеатров, узнаем интересные новости мирового и отечественного кино, а также побываем на презентации дублированной на казахский язык экранизации легенды о смелой девушке Мулан. Специальным гостем выпуска стал композитор Александр Шевченко, написавший музыкальное сопровождение ко многим популярным отечественным фильмам. На съемочной площадке Викбулат Увалеев. Начинаем. На этой неделе на большие экраны выходит российский фильм «Катастрофа огонь». Фильм расскажет о команде пожарных и спасателей, сражающихся с лесными пожарами. Режиссером проекта стал Алексей Нужный, известный зрителям по фильмам «Я худею» и «Громкая связь». Следует отметить, что съемки фильма велись в Красноярском крае во время реальных лесных пожаров, а занятые в картине актеры выполняли все опасные трюки самостоятельно. Масштабный проект «Огонь» представляют авторы таких хитов российского проката, как «Легенда номер 17», «Экипаж» и «Движение вверх». Главные роли в картине сыграли популярные российские актеры Константин Хабенский, Иван Янковский, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов и другие. Действие картины происходит в момент, когда площадь лесных пожаров в некоторых регионах соседней России дошла до критической точки. Главный герой фильма Алексей Соколов в исполнении Константина Хабенского – опытный пожарный десантник, и поэтому именно ему поручают собрать и возглавить команду, которой предстоит отправиться в самое сердце горячих лесов, чтобы вывести из огненного капкана жителей одного из поселений. Короче, вы меня сюда позвали, чтобы я типа с вами полетел, пожар увидел. Понял, что профессия – это цыганьком, да? Типа обжегся и домой свалил? Так что ли? О масштабах проекта продюсеры говорили еще на ранних этапах препродакшена, так как одним из условий концепта было создание настоящего пламени везде, где это вообще возможно. Создатели фильма даже построили специальные декорации леса из заранее спиленных деревьев и в кадре сжигали именно их. Захватывающий фильм «Катастрофа» о борьбе с огненной стихией – кино с этой недели. Еще ниже! Давай, давай, давай! Поклонники фильмов ужасов, которым не хватает жутких историй, с этой недели могут оценить в онлайн-прокате сиквел культовой остросюжетной картины «Колдовство» 1996 года. Вторая часть фильма получила название «Новый ритуал» в центре сюжета, также группа девочек-подростков и мистические силы. Оригинальный фильм «Колдовство» стал неожиданным хитом еще в 1996 году. В свое время фильм заработал 55 миллионов долларов при бюджете в 15. «Колдовство. Новый ритуал» является не ремейком, а сиквелом истории, действие которой происходит ровно через 20 лет после событий оригинала. Режиссером картины выступила американский постановщик Зои Листер Джонс. Это ее вторая полнометражная работа. Эндрю Флейминг, режиссер оригинальной ленты, стал продюсером. В центре сюжета картины «Колдовство. Новый ритуал» — группа подростков, которые вместе начинают заниматься мистическими ритуалами. Поначалу эта идея всем кажется интересной, но в конце концов девушки узнают цену таких увлечений. Фильм ужасов о юных ведьмах «Колдовство. Новый ритуал» в онлайн-кинотеатрах с этой недели. Смотрите в оба, тут полно фриков. Фрики здесь мы, мистер. Известный режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, подаривший современному кинематографу экспериментальный формат скринлайф и снявший боевик «Особо опасен» и франшизу «Елки», намерен реализовывать свой творческий потенциал в Индии. По сведениям одного из известных изданий, он заключил соответствующие соглашения с индийскими кинопроизводителями. Бекмамбетов и продюсер Шарат Девараджан намерены совместными усилиями создавать оригинальные фильмы на местном языке, в том числе с использованием формата скринлайф. На начальном этапе сотрудничества планируется создать три полнометражных проекта. Первая из картин будет запущена в производство уже в начале следующего года. Золотую коллекцию национальной киностудии «Казахфильм» впервые перевели на французский язык. Во Франции стартовал второй кинофестиваль казахстанского кино, в рамках которого в открытый доступ выложили 14 шедевров отечественного кинематографа. Из-за санитарных ограничений не удалось организовать показы для французских зрителей на большом экране вживую, поэтому все показы прошли онлайн. К юбилею великого поэта подготовили перевод фильма «Песня Абая», к 75-летию победы «Песнь Аманшук». В программу включили и драму «Хасжибек», которая впервые была показана публике 50 лет назад. «Ангел в тибетейке», «Коксирек», «Транссибирский экспресс», «Меня зовут Кожа». Любимые и знакомые каждому казахстанцу фильмы смогли увидеть и французские зрители. Фильмом открытия восьмого форума молодого кино стран СНГ «Умут», который проходит в Бишкеке в эти дни, стала казахстанская картина «Мариян», режиссера Шарипы Уразбаевой. Напомним, фильм основан на реальных событиях, а прототип главной героини Меруэрца Бусинова играет саму себя. Мировая премьера фильма прошла в прошлом году в основном конкурсе международного кинофестиваля в швейцарском городе Лакарно. Также в прошлом году фильм участвовал в престижных фестивалях в Торонто и Бусане. Картина была удостоена множества наград, в том числе гран-при фестиваля азиатского кино во французском городе Везу. С 2011 года отечественные зрители получили возможность смотреть фильмы, официально дублированные на казахский язык. За 9 лет переведено 34 фильма крупнейших мировых студий, в числе которых Disney, Pixar, Sony и Marvel. На прошлой неделе в Алматы состоялась премьера 35-й юбилейной картины, дублированной на казахский язык. Ею стала новая экранизация истории о смелой девушке Мулан. Полнометражный ремейк знаменитого мультфильма 1998 года вышел в мировой прокат еще в сентябре. А теперь посмотреть картину на большом экране могут и жители городов Казахстана, в которых открыты кинотеатры. На прошлой неделе в Южной столице состоялась пресс-конференция и специальный показ исторического фэнтези «Мулан» на казахском языке. Полнометражный ремейк знаменитого мультфильма 1998 года вышел в мировой прокат еще в сентябре. Теперь посмотреть картину на большом экране могут и жители городов Казахстана, в которых открыты кинотеатры. История о смелой девушке Мулан стала юбилейной 35-й картиной студии «Дисней», дублированной на государственный язык. Официальные организаторы дубляжа, актеры, а также каскадеры, принимавшие участие в работе над фильмом, рассказали об особенностях производства. Так, председатель попечительского совета фонда «Булашах» Динара Чайжунусова отмечает значимость дубляжа больших голливудских проектов. Для нас в первую очередь это проект про право каждого казахстанца на равный доступ к качественному контенту голливудских студий на казахском языке. Что примечательно, что именно в этом юбилейном дублированном нами фильме приняло участие во время съемок около 20 человек казахстанских каскадеров, которые в принципе впоследствии еще и получили каскадерскую голливудскую премию Таурез. Сегодня они приняли участие в нашей пресс-конференции и это очередной подарок всем казахстанцам посмотреть великолепный фильм на казахском языке. Глобальная цель проекта – предоставить казахстанским зрителям доступ к картинам крупнейших мировых студий на родном языке. Равный доступ к лучшему контенту, как считают организаторы дубляжа, это будущее казахского языка и идентичность нашей нации. Всего в работе над адаптацией фильма «Мулан» для нашего зрителя приняли участие более 60 профессиональных актеров из Нурсултана, Алматы и Караганды. Главную героиню фильма озвучила актриса Жанель Макажан. Для меня большая честь озвучить персонажа из мирового фильма «Диснея». Насколько мне было это тяжело. Если человек любит свое дело, то ему посильно все невозможно. Поэтому мы выдались на все 100% и старались выполнить задачу на отлично. Главного антагониста фильма «Злую колдунью» озвучила певица и актриса, заслуженный деятель Айгули Манбаева. Для нее это первая главная роль в озвучивании фильмов на казахском языке. Ранее известная артистка принимала участие в дубляже анимационного фильма «История игрушек 4». Попадать слово в слово, чувствовать и понимать их было непросто. К примеру, на английском, если персонаж говорит «я», то есть «аэм», то и на казахском это слово должно начинаться на букву «а», а на казахском оно начинается на согласную «эм», «мен». Тут пришлось адаптировать это слово под губы персонажей, как «аумен». Было много такого рода корректировок. Сложность была в том, что порой ради маленьких двух предложений приходится столько сидеть. Одновременно с мировой премьерой в сентябре на официальном YouTube-канале студии Disney вышел саундтрек фильма «Мулан» на казахском языке в исполнении певицы Гульсум Мрзабековой. Композиция «Адал, батл, шеншел» на данный момент насчитывает более 15 тысяч просмотров. В оригинале главную песню фильма исполняет популярная американская певица Кристина Агилера. Гульсум Мрзабекова принимает не первый раз участие в исполнении песен, в фильмах, которые мы дублируем. И что самое интересное, что у нее имеется огромное количество фанатов по всему миру. Есть такая группа фанатов дублированных песен Disney на всех языках в интернет-пространстве. И она является прям лидером фанатов именно в исполнении этой песни, потому что в среднем, конечно, в проекте участвуют у нас только самые талантливые, самые сильные актеры, певицы. В среднем на каждый голос, особенно основных ролей, проходит 6-7 человек в кастинг. И эти голоса впоследствии отправляются в компанию Disney для утверждения, потому что кастинг основных голосов утверждает непосредственно сама компания Disney. Отдельным поводом для гордости является тот факт, что впервые в фильме Disney играет заслуженный деятель Республики Казахстан, актер и руководитель международной группы профессиональных каскадеров «Намад Станс» Джейдарбек Кунгужинов. Он сыграл роль предводителя отряда «Волков», а его каскадерская группа стала элитным боевым отрядом «Бурихана» в исполнении Джейсона Скотта Ли, знакомого нам по картине «Кочевник». Его дублировал актер Асан Мажит. А вот известный актер и мастер боевых искусств Джет Ли заговорил на казахском языке голосом заслуженного деятеля Буранбая Молдобаева. Другой народный любимец Бахаджан Альпиисов подарил свой голос китайскому актеру Ма Ци. В городах, где открытые кинотеатры, отечественные зрители уже могут оценить историческое фэнтези «Мулан» на казахском языке. Музыкальное сопровождение фильма – такая же неотъемлемая часть, как декорации или, например, спецэффекты и игра актеров. Нередки случаи, когда саундтрек становится намного популярнее фильма, для которого он был написан. Об особенностях профессии композитора и создании музыки кино мы сегодня поговорили со специальным гостем выпуска – Александром Шевченко. У нас редко бывают гости, чья работа остается за кадром. Сегодня мы разбираем профессию композитора в кино. Давайте для наших зрителей сначала поясним из ваших уст, за что же отвечает композитор и насколько непростая его задача, когда он пишет музыку к фильму. Работа кино-композитора обычным зрителям воспринимается в основном как работа композитора, который написал песни к этому фильму. Люди всегда слышат песню из фильма и запоминают ее, и думают, что именно ее написал композитор. А вот 90% музыки инструментальной, как правило, которая звучит в течение всего фильма, ее зритель на нее не обращает внимания, и кто там в титрах писал эту музыку, совершенно не важно. Поэтому меня часто спрашивают, «О, а вот эту песню ты написал из фильма «Бизнес» по-казахски в Америке?» Я говорю, нет, это песня вот такой-то группы или такого-то исполнителя, исполнительницы. А вот комедийные темы, лирические, романтические темы, какие-то трагические даже бывают. Вот это вот все, моя работа. И причем, как правило, там же звучит достаточно сложная фактура, как правило, оркестровая фактура. А чтобы сделать оркестровую аранжировку, нужно, ну, попотеть. Не один день и не два. И вот именно та музыка, которую мы не замечаем, которая сопровождает сцены, это и есть работа кинокомпозитора. Совершенно верно. Как происходит работа с режиссером? Бывает ли так, что режиссер приходит и говорит, «Я хочу музыку», к примеру, как в фильме «Бёрдман», или «Я хочу музыку» в стиле «Иронии судьбы»? То есть дает ли он определенный референс, или вы помогаете режиссеру, рекомендуете ему сделать это так или иначе? Вообще у кинокомпозиторов считается, что писать под референс – это дурной тон. Как правило, те картины, которые делаю я, я наоборот прошу дать мне направление, где вы, в каких местах хотите сделать сцену смешнее, где вы хотите, чтобы какой-то акцент усилился. И, как правило, в нашем кино, вот в референсах стоят, это голливудские какие-то треки из топовых кассовых фильмов, и приходится делать не хуже. Иначе ты плохой композитор. Если говорить о живых примерах, вы поработали со многими казахстанскими режиссерами, в частности, это Нуртас Адамбаев, вы делали музыку к фильму «Худалар», музыку к фильму «Аким». Сейчас еще не вышла «Кильм Касабина 3». Каково было поработать с Нуртасом? Есть ли у него какие-то определенные требования, предъявляемые к музыке? Нуртас очень трепетно относится к своей работе, за что я его очень уважаю. Это не халтурщик, так скажем. Он переживает за каждую свою картину, он пытается сделать каждую последующую картину лучше, чем предыдущая. В этом я совершенно с ним солидарен и похож, потому что остановиться на каком-то удачном проекте и на лаврах, так сказать, кататься, ну, это неинтересно, это скучно. Я начал свою, ну, так скажем, карьеру в кинобизнесе четыре года назад с очень успешной картины «Бизнес по-казахски в Америке». Спасибо Нурлану Каменбаеву за то, что он пригласил. У меня не было бэкграунда на тот момент. Ну, то есть меня знали как человека, который там работал очень долгое время с артистами казахстанскими. Ну, как композитор это был дебют. Как кинокомпозитор это был дебют. И это была самая кассовая на тот момент картина. То есть можно было, в принципе, расслабиться и дальше работать. Но это, как я уже говорил, скучно, неинтересно. И каждой последующей картине я пытался отнестись еще с большим трепетом, еще с большим профессиональным, ну, с профессиональными амбициями с большим подойти к работе. Огромное количество комедий. Есть ли какие-то стилистические отличия написания музыки к комедиям, к драмам, к триллерам? Комедия — это самый сложный жанр для кинокомпозитора. Потому что миллион акцентов. Практически каждая фраза комедийного героя должна быть подстегнута музыкой. Каждый его акцент эмоциональный, там, улыбка сошла с его лица, должен акцентироваться музыкально. То есть вы работаете с финальной монтаж, и вы видите вот уже тайминг, где он улыбается, где он грустит. Да. Мне, как правило, дают, Дэйв, в общем-то, всем кинокомпозиторам местным, мне дают уже готовый фильм. Вот говорят, что в монтаже лучший монтаж — это монтаж, в котором не видно склеек. А в музыке работает это так же. Если зритель подсознательно не слышит саундтрек. Совершенно верно. Зритель начинает слышать песню, потому что в ней появляется человеческий голос, как правило. То есть когда запела Селин Дион в «Титанике», то все расплакались и запомнили эту песню как песню из фильма «Титаник». или мелодия из «Крестного отца». Сейчас тренды немножко поменялись. Сейчас музыка в основном, она как шестое чувство. Оно просто не дает зрителю расслабиться, выйти из состояния. Потому что если «Мстители» бегут сражаться и кого-то там мочить, то там должно все в музыке помогать им бежать, подталкивать их. То есть если зрители не помнят конкретные мелодии из фильма... Это неплохо. ...является ли это некоторым роде комплиментом? Я думаю, что да. На сегодняшний день, на сегодняшние тренды это так. Если вспоминать о вашей карьере, какой проект был самым трудным, самым тяжелым, были ли такие проекты, когда просто или не бывает вдохновения, или не можешь найти ту самую мелодию. Часто бывает так, что приходится по два-три раза переделывать какую-то тему, потому что по какой-то причине режиссер с ней не согласен, или продюсер считает, что это не совсем то. Я думаю, что самый сложный был проект «Финансист» для меня. «Финансист игра на вылет» — это некий такой экшн, ну не триллер, но какая-то драма, я не знаю. Криминальная. Полукриминальная драма, да. Там совершенно другая музыка. И совершенно другой режиссер ко мне пришел. То есть если Нурлан Куэнбаев, Нуртас Адамбаев — это люди, которые посвятили себя интертейменту, развлечению, то Елена Лисасина, режиссер «Финансиста», она вот из такой, из глобальной киношколы московской, поэтому... Насколько известно, в ГИК заканчивали. Да, насколько я знаю, да. И у нее, конечно, восприятие совершенно другое. То есть и понимание, для чего нужна музыка в кино. А если вспомнить самый легкий проект, который выпал на вашу карьеру? Так, сложно сказать. Нет, совсем легких не было никогда. Потому что, ну, все-таки 90 минут и 4-5 персонажей ярких. Сколько в среднем это мелодий? Это, получается, мы имеем в виду, что это полутораминутные, как правило, маленькие мелодии? Ну, вот на 90 минут в среднем уходит 45-50 минут музыки. Если сейчас нашу передачу смотрят молодые композиторы, которые хотят попасть в современные комедии, в современное коммерческое кино, по какому алгоритму им можно работать и получить какие-то заказы свои первые? Ну, во-первых, надо, наверное, набрать бэкграунд. Бэкграунд какой? Вот личностный бэкграунд нужно набрать. Надо приготовиться к длинному бою. Кино — это не 4-3-минутная песня, которую, да, можно делать очень долго. Ее можно делать неделю, а можно делать 2 месяца. Кино — это 90 минут какого-то единого продукта, одного продукта. И вот в этом хронометраже ты должен понять, что ты будешь делать, что ты будешь писать. Поэтому набраться терпения, понять, что нужно для того, чтобы озвучить кино, написать музыку. И пробовать. Пробовать писать лирические темы, пробовать писать комедийные темы, пробовать писать драматические темы. И когда уже будет вот этот вот багаж, и ты будешь готов к тому, чтобы озвучить полный метр, вот тогда нужно писать режиссёрам, продюсерам, что вот я есть, я готов. Давайте пробовать работать. Ну и если вы не усидчивы, не нужно составлять конкуренцию Александру. Ну а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был кинокомпозитор, известный по работе с Нурланом Куэнбаевым и Нуртасом Адамбаевым, Александр Шевченко. Александр, спасибо, что пришли. Спасибо вам. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях в киноиндустрии. Подписывайтесь на официальный YouTube-канал Хабар24, следите за выпусками нашей программы онлайн. Увидимся на съемочной площадке.